Каждый четверг у нас с Анной Лепихиной жизнь как в кино. Всё как мечтают девчонки. Доброе утро. Кошмарная мечта. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Итак, вам письмо. На самом деле их было несколько. Мы выбрали самые горячие, самые насущные. И решили, что постараемся успеть два сегодня. Тем более, что они такие не очень объёмные, на наш взгляд. Итак, первое. Анна, здравствуйте, моя 14-летняя дочь мучается с выбором профессии. Сегодня ей хочется быть психологом, завтра психиатром. Я предлагаю ей оставить те крайности профессии, оставить, то есть, ну, наоборот, забыть. Те крайности профессии, которые корнями уходят в медицину. Ведь я правильно понимаю, что психотерапия и психология разные вещи? И что один из представителей этих профессий медик? Или я ошибаюсь? В чём разница? Ну, правильно понимает слушательница, да, на самом деле. Медик один из них. Да, один из них точно совершенно медик, а это не психолог. Психиатр. Психиатр – это врач, который назначает медикаментозное лечение в случае каких-то серьёзных проблем. А когда вот оно требуется? Это когда что у тебя может быть психиатр? Психиатр – это когда ты не можешь спать, это когда ты не можешь есть, это когда ты слышишь голоса, это когда ты видишь, что на стол вдруг внезапно у вас реализовался какой-то пришелец из Сириуса и открывает тебе тайну вселенной. В этом случае совершенно точно… Психиатр – галлюцинации. Психиатр – да, да, да. В этом случае совершенно точно следует идти к психиатр. Психиатр – кажется, если человек кого-то слышит и видит, он считает, что это реальность, а не галлюцинации. Психиатр – ну, знаешь, бывает по-разному. Психиатр – там разные просто, да, разный уровень. Я говорю, что ещё и глубокие депрессии какие-то, да? Психиатр – да, конечно же. Психиатр – человек сам не может выйти из этого состояния. Психиатр – когда тебе настолько плохо, что ты готов съесть вообще любую таблетку, чтобы тебе стало хорошо, плохо эмоционально. Психиатр – и врачу можно назначить обследование, гормональное и так далее и тому подобное. Психиатр – это специалист, который знает, что может влиять у него физическое, онтоэмоциональное состояние, какие медикаменты с этим исправляются. – У нас очень... Психиатр – это те, которые в психушку определяют. Правильно я понимаю? Психиатр – это уже когда, в тяжёлой стадии. Психиатр – да, да. Психиатр – на счёт в психушку определяют тоже. Психиатр – в смысле психолог же не отправит? Психиатр – нет, ни в коем случае психолог не имеет право назначать ни каких медикаментов. Психиатр – если психолог вдруг начинает вам прописывать какие-то таблетки, то это ну непрофессиональное. у него нет таких полномочий. А если не наоборот, врачи говорят, голову полечи, сходи. Сходи, полечи голову. Ничего у тебя не болит, хватит прикидывать. Вот тогда к психологу. Вот тогда к психологу, да, на самом деле. Саша, ну вот правильно совершенно, да, тяжелая депрессия, тяжелое тревожное состояние, когда человек не может выйти из дома, когда у него сильные навязчивости, то есть надо 28 раз там проверить, выключен ли утюг, бесконечное мытье руку, боязнь там заразиться. Паранойи всякие. Да, 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 вот это вот все, это все, к психиатру. И у нас вообще к психическим заболеваниям каким-то и к психиатрам к ним отношение очень такое еще советских времен негативное, потому что у нас в психиатре очень долго была карательной. Ну то есть диссидента могли закрыть в психушку, там чем-то обкалывать и так далее. Ну то есть это был некий инструмент принуждений, поэтому страх остался до сих пор. И... Ситуация изменилась на сегодняшний день? Да, конечно. Есть большое количество... Я иногда представляю, что было бы, если бы у меня были психологи. Ну вот тоже, знаешь, это вот очень много иллюзий, потому что есть хорошие клиники сейчас частные, да, где анонимно квалифицированному врачу можно попасть и получить нужный препарат. Сильные препараты, которые воздействуют на эмоциональное состояние, на психику, они только рецептурные, поэтому... Ну если вдруг вам тяжело и вы пробовали сходить к психологу, да, там не помогает адаптироваться, работа с мыслями... Я понимаю, это, в общем, та проблема, из которой ты не можешь вылезти, потому что к психологу есть такие вещи, которые тебя периодически беспокоят, но ты про них можешь отвлечься на работу, на что-то еще. Это к психологу. А если вот безвылазно ты в этом реально каждую минуту своего дня, тогда это плохо. Это, знаешь, нужно, конечно, дифференцировать. Диагностика – это вопрос так не одной минуты. Есть психологи, которые умеют диагностировать и отправить к врачу, когда надо. Психиатр тоже может определить, когда квалифицированный, когда не медикаменты нужны, а нужно разбираться своими установками, разрешать какие-то конфликтные взаимоотношения в жизни. Вот этим занимается психолог. Ты просто не можешь разобраться, что-то решить там. Да. Есть еще такой вариант, называется психотерапевт. От этого вообще сносит башню простого населения. Психотерапевт – это врач, психиатр, который прошел дополнительное повышение квалификации, и он может лечить и медикаментами, и какими-то техниками. И выслушать про измену мужа. Ну, даже нет. Нет. Ну, понимаешь, выслушать мужа так-то и подружка, да? То есть владеет определенными методиками для того, чтобы корректировать ментальные какие-то процессы у человека. Вот. Психолог без медицинского образования человека. Это гуманитарная специальность. То есть он не может написать, что он психотерапевт. Хотя вот у нас сейчас тоже, раз у меня есть такая возможность, обращусь к нашим слушателям. Каким образом? Когда обращаться именно к психологам. То есть я про это лучше знаю, чем про психотерапевтов и психиатров. Психолог – это человек, который помогает адаптироваться. То есть вот у нас, у животных, у них же все очень просто с адаптацией. Понятно, кого есть, понятно, куда бежать. А у людей очень-очень много вариантов. Их они изучают в детстве, от мамы и папы. И эти варианты, они очень разные. И очень часто во взрослом возрасте те варианты, которые они в детстве усвоили, они уже не работают. Ну вот, например, в случае с начальником, который не знает, что ты привык адаптироваться таким образом. Допустим, что достаточно сказать извините, и в общем проблема как будто решена, как было у тебя в семье. Или с супругом. Так вот, психолог – это тот человек, который помогает адаптироваться в какой-то ситуации, где твои привычные стратегии не работают. А симптомы у этой дезадаптации могут быть разные. Очень похоже именно на психическое заболевание, там типа депрессии. Ну, то есть долгий-долгий неразрешенный стресс, он может вот такие вот вещи делать. Поэтому, если первично вы чувствуете, что у вас что-то происходит не так, и это не связано с острыми какими-то психотическими состояниями, нет бреда, нет галлюцинаций, вы не слышите голоса в своей голове, попробуйте для начала обратиться к психологу. Посмотрите в свое окружение, в свои установки и так далее. Если психолог вам уже рекомендует обратиться за медикаментами, тогда идете к психиатру, либо к психотерапевту. И успеваем еще, да, до рекламы. Хотела сказать про пару мифов, которые очень часто людей останавливают. Первое, ну, как бы зачем я за это буду платить деньги, я могу подружке на кухне поплакать, там, или с другом там выпить, и все будет, в общем, так же. Вот психологи, они очень долго учатся. Когда вы будете выбирать, психолога, не бойтесь просить документ об образовании, то есть это должно быть обязательно высшее образование, и чувствуйте свою интуицию. То есть должен вам человек... Хочется ли вам поделиться? Хочется ли вам поделиться, достаточно ли он профессионален. У друга нету специальной подготовки, у подруги тоже нет специальной подготовки. Они советуют, исходя из собственного опыта. Умница, да, ты все правильно понимаешь. То есть это... А опыт у всех разный. И если человек говорит, что я уже ходил к психологу, все они там какие-то дураки, то это вот то же самое, что сказать, я ходил к терапевту в муниципальную поликлинику, и мне они все не нравятся. Окей, я так предполагаю. Отлично стало более-менее понятно. Хорошо, да. После рекламы другой вопрос. Обсудили уже, чем отличается психолог от психотерапевта, Аня, хотела что-то добавить. Да, я хотела добавить по вопросу, потому что я на свою любимую поляну зашла и готова про это говорить очень долго. По поводу вопроса мамы. Я хотела бы ей рекомендовать ребенка ознакомить с особенностями профессий и все-таки дать некую свободу выбора, потому что в самой постановке вопроса мне слышится некое материнское решение, как главенствующее. То есть что мама решает за ребенка... Я предлагаю ей оставить те крайности профессии, которые корневно уходят в медицину. Да, но, может быть, ребенку интереснее будет психиатрия, и она выберет именно медицинскую часть, поэтому... Но психиатра учатся в медицинском институте, правильно? Да. Тут, скорее, заморочки просто пугаются человека. Я не знаю, мы можем дальше глючить про это, но я рекомендую дать информацию и оставить свободу выбора вместе, исходя из возможностей этой родители. В любом случае, между любыми профессиями, когда вы решаете, всегда нужно дать ребенку выбор, а не себе. Давайте к следующему письму. Давайте. Я давно в разводе, до сих пор не могу найти постоянного спутника жизни, когда в очередной раз прощаюсь с тем, кто более или менее регулярно появляется в моей жизни. То есть кто-то есть регулярный. Залезаю на сайт знакомств, снова неудачи и так по кругу. Хочу понять, я не там ищу или со мной что-то не так. Для чего мужчины сидят на этих сайтах? Для интрижек или серьезных отношений? Для чего? Я предлагаю обобщить вообще не только мужчин, а вообще люди. Зачем там сидят? Почему они не знакомятся? На работе, в местах, где они занимаются своими хобби, в фитнес-залах, где-то в магазинах, где-то еще. Я так предполагаю, что там-то они тоже знакомятся. И в магазинах, и в фитнес-залах, и на работе. Сейчас попробуй познакомься. Все в наушниках ходят. Подойдешь что-нибудь говорить, и тебя просто элементарно не слышат. Присоединя наушники. Сразу слышат. Ну, я думаю, что это такое же совершенно социальное поле, как любое другое. И там люди для разных совершенно целей находятся. Может, можно как-то определить по анкете или по разговору человека, зачем он там? Ну, да. Ну, точно так же, знаешь. Если к тебе подойдет мужчина на улице, например, да, и скажет, ты такая хорошенькая, а вот я снял номер Хилтон. Ты определишь, для чего он с тобой знакомится или нет? Вот я думаю, что на сайте знакомствует... Я подумаю, что он с кем-то поспорил. Ну, понимаешь, ну вот это кажется... Да, тут ему по башке... Это кажется диким совершенно, ну вот в реальности. Ну, хотя тоже встречается. А в сети это как-то нормально, кажется? А в сети это нормально, потому что там, во-первых, анонимность есть, во-вторых, тебе достаточно просто нажать кнопку, там, заблокировать, и все, и ты никогда не услышишь, что тебе сказали в качестве обратной связи. Поэтому сайт знакомств это точно такой же средств общества, как, в общем, ну, все остальное. И там есть совершенно разные люди. Есть те, которые настроены на семью, есть те, которые настроены на интрижку, и либо там найти себе какое-то сексуальное разнообразие. Как и все было на сайте знакомств. Ой. Ну, это было давно, когда это только началось, это тогда еще было не стыдно. Почему? Не так давно. Слушай, давай сейчас... Ну, нам таким людям, нам нельзя. Сразу узнают, и вообще, ну, там, нет, я удалил там буквально через два дня, что ли. Вот женщина хочет понять, она не там ищет или с ней что-то не так. Почему, когда она там что-то ищет, все время какие-то неудачи? Ну, вот из письма я слышу только то, что она способна заводить некие отношения регулярные, то есть это не какая-то интрижка на сутки, например, да, там, меньшее количество времени, но на каком-то этапе близости эти отношения у нее почему-то прекращаются. Ну, то есть, возможно... Проблема в ней. Это может быть и проблема выбора, и может быть... Или это требовательность какая-то. Я не знаю, но вот я как раз возвращаюсь к нашему предыдущему вопросу. Возможно, это тот случай, когда следует обратиться именно к психологу, не надо идти к психиатру. А, господи, я думаю, что же психиатру. Нет, к психиатру сразу не надо. Да, стоит обратиться к психологу и понять... Я поговорю тебе, мужа, вот вам медикаментозное лечение, пробейте таблятики и сразу найдете. И вам будет все равно. Ей надо просто не размениваться по мелочам и научиться жить счастливой с собой. Она должна стать сама счастливая, вот одна, и тогда, мне кажется... Вот классный комментарий. Притянет к себе. Саша, это так великолепно, что это отключение. Еще непонятно, сколько ей нет в определенном возрасте женщины, если у них нет постоянного партнера, они начинают паниковать, мне так кажется, я предполагаю. Вот у нее, наверное, не так паник. А, все вокруг, мои подружки, там сестры и братья уже... Ну, назови мне этот... А, я один... Назови мне этот определенный возраст. Ну, 35 плюс. Да ты что! Хорошо, 18. У всех девочек уже есть мальчики, а у меня еще нет. Вот в любом возрасте женщина определенная... Ну, 18 можно хотя бы на учебу отвлечься, там, универсии дела. Я вернусь к Сашиному комментарию, он очень классный и очень здорово, что он именно такой мужской. На самом деле, самое здоровское, что может сделать женщина, в первую очередь, это не искать рыбные места, где водятся мужики, там, или что-то такое, они парятся по этому поводу, а найти, что интересно ей. Найти себе компаньонов по интересному для нее досугу и, ты классно сказала, научиться быть счастливой самой с собой. Вот она тогда... То есть идти не в автосалон, если у тебя даже прав нет, а идти, если ты ходишь на йогу, то ищи, там, рядом в спортзале кого-то. Да не надо вообще никого искать. Надо стать просто счастливой. Ищи такие способы проживания жизни, чтобы тебе самой с собой было хорошо. Если ты от мужчины ждешь денег, научись их зарабатывать. Если ты от мужчины ждешь поддержки, научись устраивать себе поддерживающую социальную среду самостоятельно. Мы девушке советуем отказаться вообще от этого знакомства и поисков вообще. Ни в коем случае. Если ей это интересно, ради бога. Ну, понимаешь, слишком большой акцент на том, чтобы сейчас я найду какого-то принца, который изменит там всю мою жизнь. И сразу же она станет прекрасной. Все мои проблемы решат сами собой. Сначала надо изменить свою жизнь, а потом найдется принц на самом деле. Вот так. Ну, да. По-другому не работает. Ну, на твой взгляд, с вопросом, для чего мужчины для интрижек или для серьезных отношений, есть какая-то средняя температура по палате? В большинстве случаев они там для интрижек. Нет, я не поведусь вот на такой вопрос, потому что я не знаю среднюю температуру по палате. Я уверена, что люди там, каждый реализует свои какие-то задачи. Кто-то там, возможно, вообще занимается исключительно самоотверждением, потроллить глупых баб, например. Это может так звучать, понимаешь? А кто-то доказать, что я самый главный мачо. Слишком разрозненный. Все как в мире. Понятно. Не ждите от того, от этого ресурса. Не ждите чудо, чудите сами. Да. А ждите следующего эфира с Анной Лепихиной. Ровно через неделю. Спасибо. Хорошо, все. Спасибо, ребята. Счастливо.